Группный план Безусловно, день российского предпринимателя Это наш главный праздник Это наш профессиональный праздник Поэтому это был хороший повод Объединить на площадках Различных предпринимателей Поговорить о том, что у нас получилось Что у нас не получилось Над чем нам нужно поработать Получить обратную связь Донести проблемы до руководства города До руководства области Мы старались каждую встречу сделать максимально полезной Причем за основу самой недели предпринимательства Мы взяли встречу с бизнесом и пожелания И поэтому у нас каждый день был тематический в этот раз Встреча крупного бизнеса и малого бизнеса Встреча бизнеса и власти Женский бизнес, социальное предпринимательство Вы не поверите, 20 тематических встреч на площадке центра «Мой бизнес» А еще 10 партнерских мероприятий Вот такая была у нас насыщенная неделя И непосредственно участие принимали в подготовке Проведение нашей региональной организации Это Вятская торгово-промышленная палата Деловая Россия, опора России И получился вот такой целый марафон событий Который включал в себя дискуссии, круглые столы, тренинги, мастер-классы И вы не поверите, Владимир, но мы вышли за рамки 7 дней У нас длилась неделя практически 10 полных рабочих дней Название недели, оно такое условное было На самом деле получилось намного активнее Просто количество пожеланий бизнеса Количество бизнес-встреч было таким высоким Что мы не смогли уместиться в рамки этой недели Поэтому мы взяли чуть-чуть больше масштаба Можно ли, Владимир Гаврилович, выделить какие-то основные площадки Особое внимание ему делить На что бы вам хотелось? Ну, наверное, самое первое, самое эмоциональное, самое яркое событие Это был первый форум гостеприимства на Вятке Организатором выступал тур-рекреационный кластер И тот самый Чипцов, который руководитель этого кластера И по совместительству, либо не по совместительству Он еще и руководитель дирекции Киров-650 По подготовке к юбилею города, да Активно откликнулась команда отеля Чаружин И на площадке этого отеля мы собрали гигантскую бизнес-встречу Я подчеркиваю, гигантскую Потому что количество гостей было как на аншлаге Как на аншлаге в театре Ну и плюс то, что к нам приехали московские гости И серьезно, московские гости, которые оценили и уровень подготовки И уровень работы тур-кластера Уровень наших возможностей перед Киров-650 И вы знаете, они остались очень довольны Они остались довольны, как бы это все у нас можно было реализовать Большое знаменательное событие, я бы еще посчитал, на преднеделе Это была поездка в Лузский и Подосиновский район Не зря мы выбрали такой прямо удаленный, северный Инвестиционно-предпринимательский десант Который нас удивил, бизнес районов удивил своим желанием Своими возможностями и своими масштабами Потому что мы до сих пор, цитируем Мы ездили непосредственно в хозяйство Встречались с коммерсантами, есть возможность для работы Которую нам надо сейчас продвигать И на нашей площадке мы неоднократно апеллировали Как можно выстроить бизнес-точки Именно вот так далеко, на севере На севере, в Подосиновске, в Лузе А сфера, это сельское хозяйство в том числе? В том числе, лесопереработка Лесопереработка и, конечно же, сельское хозяйство Значит, огромный интерес вызвала бизнес-встреча Она так и называлась власти-бизнес И вы не поверите, но к нам приехали руководители области Сандалов Михаил Антонович К нам приехали руководители города Заместители председателя Да-да-да-да Значит, и о чем это говорит? Это говорит о том, что В нашей власти крайне важно настроение, которое есть на сегодняшний день В предпринимательской среде Поэтому не зря Уже на старте было три страницы вопросов от бизнеса к власти И плюс в ходе дискуссии А марафон наш длился практически три часа Значит, с достоинством Очень интересно, аргументированно Значит, получился диалог Я думаю, нам есть над чем работать Что мы будем делать и двигаться дальше Встреча Кира-650 Она была уже третьей, вы не поверите Но уже была третьей эта встреча И традиционно много было вопросов о том Как Кира-650, малый бизнес, может помочь В каких событиях, в каких локациях Какие задачи могут постоять перед малым бизнесом И что он может сделать То есть запрос большой есть на это, чтобы поучаствовать в мероприятии Наверное, слово большой, наверное, не подходит Запрос просто колоссальный Потому что, ну, очевидно, Кира-650 Впервые вот такая масштабная программа Которая готовится, значит, практически за полтора года Поэтому есть возможность развернуться Точки соприкосновения Точки масштабирования бизнеса Поискать Поэтому это было крайне важно Речь здесь идет о каких-то туристических мероприятиях Или не только? Здесь идет речь о целом комплексе А самое главное, значит, возможность бизнесу Показать свой талант На любой площадке Будь то, значит, пешеходная спадская Будь то тематические какие-то прогулочные вещи Будь то, значит, праздники в определенных локациях В том же, в Александровском саду Ну, пешеходная спадская нам уже показала свой пример Насколько за тема оказалась востребована Большая-большая встреча у нас прошла с гостями из Москвы К нам приехали руководители российского экспортного центра То есть не только мы встречались, значит, с бизнесом здесь Непосредственно в регионе К нам были московские гости Программа называлась «Сделано в России» Значит, это добровольная сертификация Очень конструктивный разговор Много было гостей И, вы знаете, еще одна национальная особенность На каждой нашей встрече присутствовали гости В разных направлении И поэтому у нас вот это получился охват Какой-то он такой прям масштабный Потому что каждый день новые люди Новая программа, новая встреча И поэтому новый интерес Вы не запутались в этом, в огромном людском потоке, да? Ну да, это он предшествовало Ложновато, наверное, было переключаться И сложно, и нагрузка большая Но это он предшествовал, значит, у нас активная работа Здесь, на площадке Министерства промышленности и предпринимательства Мы, значит, собирались несколько оргкомитетов Отрабатывали, шлифовали Ставили, значит, дни, чтобы они были, сочетались друг с другом И это, пожалуй, у нас получилось Потому что особенный был день Этот день, вы не поверите, женское предпринимательство Вызвало перьяншлаг Перьяншлаг по количеству участников По количеству гостей По количеству спикеров Но в чем здесь особенность? Девчонки, которые выходили и рассказывали Они не хвалили и не рассказывали про себя Они учили Немножко непривычно, да? Да, мы все, как правило, думали, что сейчас будет такой делок А такой делок не получился, получился другой Успешные девчонки делились Своими кейсами Как можно достичь такой высоты Рассказывали свои короткие лайфхаки И вот поэтому встреча-то получилась у нас очень конструктивной А я почему сужу? Это не только мое мнение Я вижу количество просмотров в интернет Вот именно, значит, темы Женское предпринимательство Просто зашкаливающее количество просмотров Плюс количество тех самых лайков и отзывов Которые стоят внизу Ну, интересная и безусловная тема А вообще число женщин-предпринимателей, судя по вашему опыту, растет в последнее время? Вы знаете, когда мы проводим, значит, какие-то учебные встречи, конференции, презентации Когда смотришь зал, то почему-то там девчонки доминируют Я не знаю почему, но такая тенденция есть Вот такой ярко выраженной мужской среды Вот одни мужчины, такого уже нет Ну, хотя, пожалуй, вот, наверное, только была еще одна интересная встреча у нас Это встреча крупного бизнеса и малых предприятий Вот, пожалуй, там мужчины доминировали А в основном, конечно, девчонки Ну, вот что касается взаимодействия малого бизнеса и крупного бизнеса Тут удалось достичь каких результатов? О чем шла речь? Вы знаете, вот крупный и малый бизнес Значит, здесь мы эту локацию устроили первый раз На нашей площадке мы, по большому счету, была премьера Мы пригласили туда предприятие, которое является непосредственно, значит, производственными Это, этот, АвиТек и фирма, значит, кировский завод Маяк Мы пригласили туда фирма, значит, крупные игроки, что называется Крупные, крупные игроки, да, самые крупные игроки, значит Мы пригласили туда, значит, продовольственный бизнес Это продовольственный холдинг Здраво Был лично генеральный директор И мы пригласили строительную компанию Маяковского Был лично генеральный директор Суть была в чем, значит, предприятие Предприниматели, которые производят определенный тип продукции, который может быть интересен этим предприятиям, собирались. И у нас были 4 20-ти минутки, 4 коротких раунда, когда каждый мог с каждым побеседовать. Соответственно, бизнес со своей стороны предлагал возможности небольших ремонтов, небольших ремонтов фасада, ремонтов внутри, перевозок коротких внутри города, крупных перевозок за пределы. Также вопросы пожарной безопасности и прочее. А, соответственно, крупный бизнес говорил, нам нужно вот это, вот это и вот это. И мы искали коллаборацию, если раньше между маленькими строили предпринимателями, то здесь искали коллаборацию крупного и малого, так скажу, аккуратно малого бизнеса, и у нас это получилось. Но с малым-то бизнесом более-менее понятно, а крупный бизнес готов ли он еще вообще идти на сотрудничество, делиться опытом и так далее? Он же все-таки крупный. Но он нисколько делился опытом. Вы знаете, в конце этой встречи мы прямо спросили каждого участника, я уже имею в виду крупный бизнес, насколько им понравилось, либо не понравилось. Вы знаете, что сказали уважаемые гости? Нас удивило то, что рядом есть производители вот этой продукции, которая нам крайне востребована. А мы, к сожалению, вот эти вещи искали где-то за пределами. А оказывается, вот у нас есть рядом в нашем замечательном городе. В дальнейшем будете ли вы помогать находить точки соприкосновения крупному и малому бизнесу? Ну, знаете, поиск... Нуждаются ли они? Или вот сейчас их познакомили, и все, собственно. Вот контактируйте, пожалуйста. Поиск соприкосновения, наверное, это наша основная работа, потому что для этого мы и собираем всех на своей площадке. И я думаю, что эта тема нам крайне важна и с точки зрения коллаборации между малым и средним, и точно так же между крупным и малым. То есть вот эти... Это ниша, которая требует развития в дальнейшем. Эта тема интересная для нас. Взаимоотношения с органами власти. Тут, если поподробнее, какие темы обсуждались вы начали с того, что прям целый список вопросов был подготовлен к представителям структуры различных властных. Удалось ли уже добиться каких-то положительных результатов? Ну, безусловно. Безусловно, значит, почему мы заранее планировали собрать вопросы, чтобы наши гости, которые пришли и представляли, значит, областные структуры, представляли, значит, город. А у нас, помимо этого, было руководители и представители практически всех министерств областных на этой встрече. Поэтому нам было крайне важно получить обратную связь, и мы поэтому вопросы собирали заранее. Для чего? Чтобы, значит, спикеры, которые придут на эту встречу, были уже подготовлены к этим вопросам и уже давали какие-то, значит, конкретные ответы. Те вопросы, которые задавались в процессе дискуссии, а дискуссия была, на секундочку, три часа, часть вопросов, безусловно, ушла в проработку. Но основная тематика, это, наверное, все-таки развитие инфраструктуры города, все-таки большинство тех, кто живет в этом городе, значит, кто работает в этом городе, строит свой бизнес. Достаточно внимательно обсуждали проблему НТО, это, значит, вот так называемые киоски, которые мы, значит, в повестке у нас достаточно давно. Одна из основных тем, которые долгие годы уже обсуждаются. Да, 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 значит, это вопрос строительства промзон, где была бы вся инфраструктура, значит, и электропитание, и вода, и водоотведение, вопросы решены. Эта тема тоже получила очень большой интерес. Значит, комплексное развитие в целом, муниципальное образование, мы очень много говорили про налоги, и, конечно, самым актуальным была проблема кадров. Кадров, кстати, вот это кадров... Голод, голод сейчас многие испытывают, да, безусловно. Да, 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 и вот эта проблема кадровая, она прошла, наверное, красной нитью через всю нашу неделю предпринимательства, и ни на какой площадке бы мы не встречались, значит, либо мы с деженскими предпринимательствами, либо, как мы красиво говорим, с нашими девчонками, значит, бизнес-уменами, или на, значит, площадке крупный бизнес и малый бизнес на встрече, на финальной встрече, которая проходила расширенное заседание ВТП при участии губернатора, тема кадрова была темой номер один. И поэтому мы, наверное, для себя выбираем еще такой формат, что нам надо было собрать отдельный кадровый форум, мы уже, значит... Углубиться в эту тему там прям. Да, углубиться, значит, мы начали уже предварительно обсуждать связкой торговой промышленной палатой, значит, эту тематику, скорее всего, мы выйдем на нее, мы посмотрим, как можно здесь нам поддержать, как можно помочь, как можно эту тему развивать. Ну и, наверное, еще одна интересная тема, я бы хотел на ней отдельно остановиться, отдельно ее посвятить, значит, вот мы много говорили про женское предпринимательство, но, значит, там у нас есть еще одна очень интересная подтемка, которая крайне важна. У нас много мамочек, которые на сегодняшний день находятся дома с малышами. Которые хотели бы найти применение своим знаниям, умениям. Да-да-да, и просто, чтобы мы их немножко получили. У нас была хорошая рабочая программа, это была российская программа, она называлась «Мамочка-предприниматель». Значит, некое время она была, значит, на стопе, и теперь мы снова ее перезапускаем. Наш сотрудник уехал в Москву специально, значит, проучиться вот этим всем вещам. В этом году мы открываем вновь такую обновленную «Мамочку-предприниматель». На выходе можно получить грант, можно, значит, направить его на развитие каких-то своих, значит, своих новаций. Но самое главное, что мы дадим возможность мамочкам не замыкаться внутри себя с малышом, а как-то их расшевелить. И чтобы они почувствовали себя, что они вот в теме, они в деле, они не выпали из бизнес-среды, они с нами. И поэтому... Прямо сейчас уже можно в центр «Мой бизнес» обращаться за более подробной информацией по участию в этом проекте. Я так думаю, что вот эту неделю, 29-2 июня, у нас будет большая обучающая программа в Москве. Значит, наш специалист будет там работать, и считайте, что после 2 июня он возвращается к нам, мы начинаем уже запускать эту программу. После 2 июня, я так думаю, что мы уже подработали свой релиз, можно будет заходить к нам на сайте, смотреть, что будет, когда будет, как будет проходить. Тема интересная, тема востребована, тема нужная, ее активно сейчас поддерживает Союз Женщин России. Кстати, надо подчеркнуть еще один момент интересный, что практически на каждом рабочем дне у нас был гость. Гость, который представлял, допустим, если Союз Женщин России, то у нас было Морозова и Ирина Геннадьевна. Да, приходилось в законодательное собрание вот такой интерес. Если мы обсуждали проблематику социальную, то у нас было представительство из Министерства соцразвития. Когда мы обсуждали вопросы соединения крупного малобизнеса, у нас были гости из службы занятости. То есть вот все время наша встреча, она проходила на такой хорошей позитивной нагрузке, которая подчеркивала, что интерес к бизнесу крайне важен не только у первых лиц города, но и у служб, у подразделений, у различных министерств. И вот это нас радует, что мы не зря. Ну что ж, поздравляю вас с очередной успешной реализацией такого крупного проекта, как «Бизнес-неделя на Вятке». Но мы же прекрасно понимаем, что много работы еще впереди. Так что удачи, Центру Мой Бизнеса, со всем вашим партнерам. Спасибо, Владимир. Спасибо всем тем, кто нас слышал. И самое главное, спасибо тем, кто принимал участие. Нам было крайне интересно увидеть под каждым постом, а мы освещали события каждого дня. У нас было два события в день. Мы освещали каждое событие у себя. И самое главное, когда мы получали благодатных предпринимателей, которые писали, посмотрели, советовали. Вот это, наверное, главная оценка того, что мы сделали за эту неделю, тире две недели. Благодарю вас, Владимир Скобелкин, директор Центра Мой Бизнес. Спасибо. Спасибо, Владимир, вам. Спасибо, до свидания.